На прошлой неделе президенту канадского отделения телевидения NTD Джо Вану поступил звонок из дома его брата в китайской провинции Аньхой. Однако на том конце провода раздался голос не его родственника. С Джо стал разговаривать сотрудник Министерства национальной безопасности КНР. Он потребовал, чтобы телеканал NTD смягчил свою критику в отношении китайской коммунистической партии. Ван говорит, что этот агент пытался ему угрожать. «У них уже есть мой номер телефона, и они пришли к моему брату, чтобы позвонить вместе с ним. Само по себе это уже угроза». NTD – международный телеканал, вещающий на 17 языках, в том числе китайском. События в КНР канал освещает без влияния цензуры и пропаганды китайской компартии и с глубоким анализом независимых аналитиков. Глава канадского отделения NTD говорит, что китайские спецслужбы пытаются воздействовать на него уже не первый раз. «Да, это не новость. Такое случалось и раньше. Однако разговаривать по телефону с таким агентом мне пришлось впервые. Раньше они сидели рядом с моим братом, и брат со мной разговаривал. Но в этот раз агент заговорил со мной напрямую». Одной из последних так называемых запретных для Китая тем, которые широко освещает NTD, является ситуация вокруг опального китайского чиновника Бо Силая и его жены Гу Кайлай. В то время как официально в Китае Гу обвинили лишь в убийстве британского бизнесмена, NTD раскрывает более масштабные преступления этой пары, которые затрагивают всю государственную систему КНР. Прежде всего, это систематическое масштабное извлечение органов у живых приверженцев Фолуньгун в Китае, а также возможная причастность Гу и Бо к продаже тел узников совести для пластинации. «Власти Китая делают всё возможное, чтобы заставить NTD замолчать, включая угрозы моей семье в Китае. Но я сказал им по телефону прямо, что этого не случится. NTD будет продолжать освещать события в Китае». Отделение NTD в Канаде начало свою трансляцию на канадском кабельном телевидении в сентябре 2008 года. В 2010 году китайское посольство в Торонто незаконно конфисковало канадский паспорт у одного из сотрудников телеканала, когда тот подал на визу, чтобы съездить в Китай. После вмешательства в Министерство иностранных дел Канады паспорт в конце концов был возвращен владельцу.